ЗОЖ. Здоровье. Спорт. Жизнь. Врач-невролог, нутрициолог, специалист по общественному здоровью и профилактической медицине. Ну и очень много еще у вас регалий, которые, я думаю, сейчас займет большое количество времени, если я их перечислю. Хотелось бы, прежде чем мы перейдем к теме крепкого иммунитета, все-таки спросить, как вы пришли к тому, что совмещаете в своей практике и деятельности разные направления медицинские? На самом деле, любому врачу это достаточно легко сделать, потому что медицина изначально является интегративной наукой. И любой студент изучает и физиотерапию, и есть курс фитотерапии, и есть вопросы, связанные с диетотерапией, например, и гигиенопитанием. И если студент захочет это взять, он уже сможет в медицинском учреждении. Но на последнем курсе или в интернаторе происходит слишком узкая специализация, он словно забывает все то, что в него вкладывали на протяжении многих лет. Ну, конечно, сейчас после окончания образования в рамках нашего непрерывного медицинского образования мы можем и на онлайн-платформах, и на курсах повышения квалификации приобрести всего, все то, чего нам не хватает. И вот у меня были специализации по иглорефлексотерапии, и по гомеопатии, и по вопросам диетологии. А почему вы поняли, что это важно и нужно именно вам в своей практике? Потому что никакими лекарственными препаратами современного пациента не вылечишь. Ну, что такое антибиотик, например? Мы можем устранить у него конкретный патоген, который вызвал, например, какое-нибудь инфекционное заболевание, но на годы нарушить у него микрофлору. Или что такое, например, средство обезболивающее? Мы можем убрать просто симптом, спрятать от него чувство боли, но мы не вернем обезболивающим препаратам здоровье его суставам. И вот потому медицина находится в очень большом количестве тупиков. И тот врач, который хочет максимально полно помочь пациенту, он ищет не только обычный традиционный подход, но ищет то, что можно изменить в образе жизни человека, чем его можно напитать, чем можно сформировать ресурсы его здоровья, где это можно сделать безопасней, без риска побочных эффектов, которые связаны с лекарственными препаратами. И вот потому, естественно, к этому присоединяется физиотерапия, тамыглорефлексотерапия, фитотерапевтический, диетический подход. И это правило хорошего тона для любого врача. Я очень рада, что специалисты-медики говорят сейчас об этом. Правда, к сожалению, еще не так много специалистов, кто это все применяет. Поэтому я очень рада видеть вас в студии сегодня, как раз в том числе по этому поводу. И давайте перейдем к теме иммунитета. Расскажите, из каких он все-таки компонентов складывается и как правильно за ним, скажем так, следить? Ну, на самом деле, конечно, когда мы говорим об иммунитете, существует много мифов. Вот один из мифов, что принимай витамин С, и у тебя будет крепкий иммунитет. Витамин С – это один в поле невоин. И им укрепить многие звенья клеточного, гуморального иммунитета, предположим, просто-напросто невозможно. Если у человека, к примеру, имеется железодефицит, то у него не будет хватать железа для работы клеток крови лейкоцитов, например, и у него не будет иммунитета. Если организм испытывает дефицит йода и находится в состоянии гипотириоза, его иммунитет тоже сдуется, как воздушный шарик, предположим, в котором нет воздуха. И иммунитет потому, в первую очередь, зависит от тех базовых микронутриентов, то есть от тех веществ, которые содержатся в продуктах питания в микрограммах, в миллиграммах, то есть в очень небольшом количестве. И про которые можно сказать «мал золотник да дорог», например. И вот это такие компоненты, как йод, селен, цинк, железо, витамин D, витамин С и так далее. Современные традиционные продукты питания, они настолько выхолощены, настолько рафинированы, что они содержат белки, жиры, углеводы, дают нам калории, но не дают микронутриенты, необходимые даже для усвоения этих калорий, белков, жиров, углеводов. Почему на наших упаковках продуктов питания нет информации по витаминам и минералам? Да потому что там пришлось бы ставить очень часто нули или следовое количество, например. Потому им вводится лишь базовое нормирование по белкам, жирам, углеводам, предположим. То есть вот это первое в плане иммунитета. Второе. Когда мы говорим об иммунитете, конечно, мы должны понимать, что он очень серьезно зависит, например, от количества пищевых волокон, которая является пищей для микроорганизмов, населяющих наш кишечник. У нас 2-3 килограмма микрофлоры. Мы содержим миллиарды живых существ, и даже генетической информации, которую человек несет в себе, намного больше, чем генетическая информация, представленная его собственными клетками, например. И вот эту армию микроорганизмов нужно кормить. И даже если мы используем какие-то пребиотические средства, но не кормим эти микроорганизмы, они уходят из нас просто транзитом из нашего кишечника. То есть вот это важнейший залог иммунитета. Потому что одолеет нас вирус или бактерия, который является чужеродной, который является патогенной или нет, зависит от того, какая у нас защита сформирована пограничниками из микроорганизмов, которые покрывают все слизистые оболочки в том числе. Это касается и дыхательных путей, и желудочно-кишечного тракта. И вот потому пробиотики, живые организмы, и пребиотики, питание для них, в том числе, например, это могут быть олигосахариды, это могут быть пищевые волокна, это второе важнейшее слагаемое иммунитет. Третье. Существует понятие фитонутриенты. То есть это особое вещество, которое содержится в растениях и способное укреплять наш иммунитет. Наши предки, например, очень активно использовали хвою. Мы только видим елку, но никакие продукты на основе ели, сосны и других хвои... Они употребляли это внутрь? В том числе. А твары хвои, например, использовались в Сибири настолько широко, что у нас не было понятия цинги, например, потому что мы получали тот же самый витамин С. И сейчас многие вещества, биофлавоноиды, которые называются с витамином П, подобным действием, например. Например, подобное резвератролу, кверцетину, дигидрокверцетину. Его получают, вот эти ценный класс веществ, получают из хвойных. У нас есть продукты, предположим, которые сделаны на основе пихты. Это водные растворы, предположим. Есть средства на основе опасты хвои, например, лесмины и так далее, которые мы могли бы использовать. Есть живица кедра. Даже почему ее сибирики назвали живица. Потому что она заживляет, оживляет, восстанавливает. Это прекрасный источник хвои, фитонцидов и эфирных масел. И вот если мы говорим об иммунитете от хвои, перейдем к эфирным маслам, это будет четвертое слагаемое. Очень важно. Даже во время чудовищных эпидемий, которые потрясали в средние века, предположим, наш мир, подобное чуме, кто выживал? Парфюмеры, которые имели контакт с большим спектром самых различных эфирных масел. Есть даже эта легенда про смесь четырех воров. Наверное, ее знаете. Конечно, да. Фосиф оно и называют иногда. Особую смесь масел для воров, которыми они натирались, прежде чем, к сожалению, обворовывать умерших людей, которых чума застигла в домах, например. И, безусловно, мы можем смело использовать ароматерапию очень широко. Можем наносить ее на запястье или заушную область, предположим. Можем брать аромакулоны, чтобы это стало элементом не просто интерьера дома, но элементом нашего костюма, предположим. Можем нанести в жидкое мыло, предположим. Можем даже капнуть пищевые эфирные масла, подобные маслу лимона, предположим. В сухой чай они будут впитаны. Чай, когда мы завариваем, мы можем его получать. То есть широчайшее использование эфирных масел дает сейчас нам возможность защитить себя. Можем взять просто даже специальные ингаляторы, которые несколько раз в день вдыхаешь. И это замечательная защита. Это не четвертое, не пятое, о чем хотелось бы поговорить. Это так называемый смартфуд или суперфуд. Смартфуд – это умная еда, про которую мы говорим. То есть у нас все-таки остались те продукты питания, которые в себе сохранили большое количество микронутриентов. Ну и прежде всего мне хочется сказать о продуктах пчеловодства. И это не только один мед. Это мед, цветочная пыльца, ферментированная цветочная пыльца, которая называется перга, прополис, верхние крышечки сот, которая называется забрус, маточное молочко. То есть большой спектр. И если сейчас мы с вами берем, например, медовые композиции, например, мед с прополисом, мед с маточным молочком, мед с цветочной пыльцой – это замечательные витамины. Когда говорят об иммунитете, почему-то вспоминают лишь о синтетических витаминах. Но использование синтетических витаминов – это правило дурного тона. А они плохо усваиваются? Ну, во-первых, они даже могут усваиваться неплохо, но они являются пародией на естественный витамин. Как нас, например, приучили называть витамин С? Аскорбинка. Аскорбиновая кислота. Но на самом деле, с точки зрения биохимии, это неправильный ответ. Потому что природный витамин С – это аскорбиновая, дигидроаскорбиновая, изоаскорбиновая, ретербевая кислота, аскорбилпальметат, аскорбиген. Вот сколько природных производных. А нам дают одну куцу аскорбинку и говорят, бери ни в чем себе не отказывай. Предположим, твой иммунитет будет крепким. Это не так. И природные источники, подобные, например, цитрусовым, которые в период эпидемии стали исчезать или по баснословным ценам, предположим, они дают больший спектр из витамина С натурального, чем то, что нам синтетическим аналогом, якобы идентичным натуральному предлагают. Ну, в шиповнике, насколько я знаю, максимальное количество витаминов С содержится. На самом деле, все зависит от почв, от разновидностей и так далее. И нельзя нам искусственно сужать многообразие растительного мира. И киви, и цитрусовый, и шиповник могут использоваться, ну, к примеру, в равной мере и равным уважением пользоваться. И различные ягоды. Вот если мы говорим о натуральных источниках вот этих витаминов, то и черника, и брусника, и клюква, и голубика уж нашим северным регионам грех не иметь в собственной морозилке, на мороженое, ведь при этом они могут сохраняться, вот эти ягоды. И это замечательный источник различных витаминов, если мы говорим о суперфуде. Вот ягоды – это тоже относится к производным суперфудам. И, конечно, мы очень мало используем тех продуктов, которые относятся к классу грибов. Например, потому что высшие грибы, так называемые, к ним относятся, например, трутовик лакированный или рейший, шиитаки, мыитаки, они являются королями укрепления иммунитета на Востоке, например. Мы лучшим... Подходят ли они нам? Мы же всё-таки живём в других регионах. Ну, на самом деле, широка страна моя родная. Если уж говорить о том, к чему адаптирован организм россиянина, предположим, у нас на территории нашей страны это тоже произрастает. Вот я, например, каждый год стремлюсь хотя бы неделю провести на Горном Алтае. А Алтайский край, Горный Алтай – это источник, где произрастает, например, трутовик лакированный или грибы рейши. Они не только в восточной медицине используются, они использовались и у нас. Просто пока это мало на слуху, это мало распространено. Потому что мы лишь оторвались очень далеко от природы. И мы постоянно средства натуральные пытаемся чем-то заменить. Вот ещё одно слагаемое иммунитета можно назвать. Это полиненасыщенная жирная кислота. Почему какие-нибудь эскимосы, инуиты, алеуты и так далее при их холодовых нагрузках постоянно не болеют простудными заболеваниями, пневмониями? Потому что в рационе питания у многих таких народов присутствует жир морских животных. Это тюлени жира, это жирная морская рыба. Омега-3 – полиненасыщенная жирная кислота. Это важнейший вклад, например. И мы можем говорить с одной стороны о такой рыбе, но если кто-то возразит, скажет, где же я охлаждённую такую рыбу возьму? На самом деле у нас огромное количество фирм готовы до дома, в Кирове, с территории Карелии, Мурманска и так далее, привозить эту охлаждённую рыбу. И интернет пестрит предложениями. Было бы желание. Но с другой стороны у нас есть… Удобнее же БАД купить, что скажете про витамины омега-3. Ну, мы о них можем говорить, но можно взять льняное масло. И если мы возьмём нерафинированное льняное масло, у нас есть ряд, предположим, даже магазинов и фирм, которые тут же при клиенте из свежих семян льна смогут выжать для него нерафинированное масло. Причём оно не горчит. Почему? Потому что оно не окисленное. И критерий горечи, который появляется в масле, это критерий как раз опасности. Если масло горчит, то его использовать не надо, предположим. То есть вот это другой источник. Есть кедровое масло, есть рыжиковое масло. Причём рыжик – это не гриб, а это растение семейства крестоцветных. Мы можем использовать вот эти варианты омеги. И она ничуть не хуже, чем рыбий жир. Это тоже омега-3 кислота, но она просто называется линоленовая. Всё, что нам нужно, мы достроим, чтобы собственный рыбий жир эйкозапентоеновую и докозогексоеновая кислота получить в собственном организме. Для этого у нас есть особый фермент элангаза, называется. Он достраивает необходимые жиры для нашего мозга. Хотя, если мы говорим, например, о кедровом орехе и о кедровом масле, это поразительное растение, потому что так природа захотела, поместила в него особые вещества церебразиды. Это особые фосфолипиды, входящие в состав мембран нервных клеток и определяющие крепкий иммунитет. И вот когда мы говорим о здоровье сибиряка, мы говорим в том числе о том, что он использовал. Я, например, вновь возвращаясь к тому, что когда приезжаю на Алтай, то не вижу аптек. Я вижу лишь развалы... Какая прелесть. ...тех людей, которые предлагают лекарственные травы, которые предлагают пантовую продукцию на основе пантов морала, в том числе для иммунитета. Мы страшно стали далеки от этой природы и от этих природных способов укрепления здоровья. Хотя, например, каждый врач на первом курсе института в рамках изучения латинского языка изучает пословицу «Медик ускурок натурасанат». Врач лечит, а исцеляет природа. Но это не становится принципом для его жизни. Он по-прежнему пытается лечить пациента, пока его порой не залечит. Теми лекарственными препаратами, которые таят массу побочных эффектов, например, да? Хотя нужно отдавать это на откуп, прежде всего в качестве фундамента здоровья, природной технологии. И не пытаться заменить. Вот мы говорим об омега-жирах сейчас. Нерафинированные растительные масла являются источником, например, жирорастворимых витаминов, таких как витамин провитамин А или витамин Е. Например, это не только масло зародышей пшеницы. Это тоже льняное масло, нерафинированное, подсолнечное. Но лучше, чтобы это было омега-3, подобное кедровому, рыжиковому, например, или льняному маслу. А в аптеке нам предлагают всего лишь синтетический витамин, который называется ДЛ-альфа-токоферола-ацетат. Так вот, природные нерафинированные масла это 8 производных витамина Е. Альфа-бета-гамма-дельта-токоферолы и альфа-бета-гамма-дельта-токоферолы. А нам предлагают всего лишь одну восьмую часть, полученную химическим путем, где 50% это фармацевтический мусор в виде L-форм, который не усваивается организмом человека. Вот сравнение. Нерафинированное растительное масло, подобное льняному, и синтетический витамин Е, который не оказывает на иммунитет защитного действия. И вот если бы каждый человек на уровне детского сада, школы, института получал вот эти простые представления о возможностях сохранения здоровья, мы бы были эффективными менеджерами собственного здоровья. Вот это понятие, менеджмент здоровья, оно очень важно, чтобы мы могли управлять, как хорошие хозяйственники, теми ресурсами, которые нам дала генетика, природа и так далее. Ну и, конечно, если мы говорим об иммунитете, мы должны обязательно сказать о том, что дают нам лекарственные травы. И есть очень большой класс растений, которые называются адаптогены. К их разряду относятся лимонник китайский, женьшень, леотаракок колючий, левзея сафлоровидная, радиолорозовая. И их использовали на востоке нашей страны на протяжении, опять же, многих столетий. Например, это определяет и продолжительность жизни, и крепкий иммунитет. Давайте начнем просто прислушиваться к зову предков, к тому, что нам досталось в качестве наследия. Мы от этого отказались и надеемся, что каким-то противовирусным препаратом мы будем защищены. Вот когда приходит эпидемия, многие вспоминают о ремонтодине. Да вирус гриппа уже в более чем в 40% случаях устойчив к ремонтодину. Или думают, вот современные препараты появились какой-нибудь осилтамивертамифлю. Да уже вирус гриппа современный, в каждом шестом случае устойчив к этому препарату. Никогда никакая простая химическая формула долго удержаться на арене противоборства и вот этой гонки вооружений с микроорганизмами, будь то антибиотик или противовирусное средство, не сможет. Только природа нам может позволить получить комплексные рецепты, которые укрепят наш иммунитет достаточно эффективно. Я думаю, на этой ноте мы нашу программу сегодня закончим, потому что мы ограничены нашей эфирной сеткой, но я думаю, что мы сделаем цикл программ и поговорим об этом понятии, как менеджмент здоровья. Мне показалось это интересным. И продолжим разговор об иммунитете в следующих программах. Спасибо, Иван. Благодарю вас за интересный разговор. До встречи в новых эфирах. Всего доброго. До свидания. До свидания. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь у специалиста.